Как санкции Украины и Запада обвалили промышленность и военно-промышленный комплекс Российской Федерации. Холодная война 2 серия 7. Помимо закрытия финансового сектора Запада, для российских компаний был дан неофициальный запрет на экспорт в Российскую Федерацию любых современных технологий, и вскоре проблемы появились на самом лакомом для России направлении, в направлении добычи нефти и газа. К примеру, в феврале 2019 года китайский банк отказал Газпрому в выдаче кредита. Газпром не смог получить кредит от China Development Bank на 14 миллиардов долларов США, который газовый гигант был намерен привлечь для строительства Амурского газоперерабатывающего завода. И такая ситуация на просторах России далеко не единична, потому что у зарубежных банков и кредиторов появился страх попасть под санкции с США из-за сотрудничества с российскими компаниями и банками. Западные санкции коренным образом повлияли на нефтегазовую промышленность России, в частности, модернизацию отрасли. Ведь экспорт западного оборудования в Россию был также запрещен. Это стало серьезным ударом для отрасли, который начал сильно проявляться в течение последующих 3-5 лет. Нефтегазовые компании больше всего зависели от насоса компрессорного оборудования, доля импорта составляла 50%. Катализаторов доля импорта 80%. Прикладного программного обеспечения более 80%. После введения запрета российские компании начали закупать оборудование в Китае и Южной Корее, но качество там заметно ниже американского. И техника часто выходила из строя, что сопряжено с дополнительными затратами на ремонтные работы. Что касается самой добычи, то по сделанным оценкам российских специалистов, ее падение ассоциировалось с 2025 годом и после. Они уточняют, что новые месторождения не разведываются, а многие из тех, что используются, подойдут к периоду своей выработки. Проще говоря, ресурсы рабочих скважин заканчиваются, а новые скважины не бурят. Потому что технологии и оборудование западного производства, которое попало под санкции, особенно это касается добычи в районе шельфа. Например, известная на весь мир компания ExxonMobil США, вышла из договора по разведке и добыче газа в районе арктического шельфа России. Убытки там оцениваются приблизительно в 200 миллионов долларов. Но для мирового гиганта это не столь важно. Как важно это было для России, чтобы начать добычу на новых месторождениях до того, как истощаться имеющиеся. Следует отметить, что технологии добычи нефти на шельфе и ускорения добычи, в том числе за счет технологии гидроразрыва пласта, являются одной из передовых технологий в нефтяной отрасли. Для промышленности они играют огромную роль, потому что первая закладывает предпосылки для успеха в будущем, а вторая обеспечивает поддержание уровня добычи. Обе этих технологии отсутствуют в Российской Федерации и импортировались ею из-за рубежа, в основном из США. Также санкциями был введен запрет на поставку военных технологий и продукции, а также продукции двойного назначения, которая могла бы быть использована в военных целях. Ярким примером тут может служить отказ от продажи России французских мистралей, которые уже были достроены и ждали передачи заказчику. Целые градообразующие предприятия Российской Федерации попали под санкции. Например, такие компании, как группа «Газ», «Русал», «Газпромбурение», «Рособоронэкспорт», «Алмазантейн», «Концерн Ижмаш», «Концерн Калашников», «НПО Машиностроение», «Объединенная промышленная корпорация Аборонпром», «Уралвагонзавод», «Ростех», «Российская самолетостроительная корпорация МИХ», «Вертолеты России», «Компания Сухой», «Корпорация тактическое ракетное вооружение», «Туполев» и т.д. Так, многие из зарубежных экспортных контрактов в Российской Федерации стали объектом санкций и объектом возможных санкций. В итоге многие страны разорвали либо приостановили на неизвестный срок подписанные ранее военные контракты с Российской Федерацией, боясь применения к ним западных санкций. Примером может служить подписанный в феврале 2018 года контракт на поставку истребителей Су-35 в Индонезию на сумму около 1,1 млрд долларов США, где отказ от покупки объяснили боязнью попасть под санкции США. Ведь компания «Сухой» как раз уже была внесена в санкционный список. Следует отметить, что в целом ранее более половины военного экспорта Российской Федерации составляла как раз именно авиационная техника. То есть, если говорить по факту, то Российскую Федерацию начали просто-напросто изолировать от мира и его прогресса. И от мирового рынка вооружений. При этом нанося мощнейший экономический ущерб не просто предприятиям, а целым отраслям и стране в целом. Так еще в 2015 году, незадолго до начала войны, российский Уралвагонзавод УВЗ, который считается основным российским танковым предприятием, снова стал банкротом. И уже в который раз от банкротства Его спасло государство, датируя его из государственного бюджета. В 2015 году Альфа-банк уведомил кредиторов Уралвагонзавода о намерениях обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Ранее банк уже подавал против завода иски, требуя от корпорации расплатиться по долгам. Государство выступило с поддержкой и в этот раз. А причиной банкротства был скачок валютного курса. Да, именно тот, который случился в результате введенных Западом санкций против России и обвалу цен на нефть и газ. Вместе с этим многие авансы по контрактам завода зависели в результате тех же санкций. Покупатели продукции стали перед выбором купить и попасть под санкции или найти нового зарубежного поставщика. Естественно, выбор был сделан в пользу другого производителя-конкурента. Кроме этого, техническая эмбарго Запада, особенно против продукции военно-промышленного комплекса, ВПК, также сыграла свою роль. Теперь заводу пришлось переориентироваться, к примеру, с чешского на китайское и российское оборудование. А все это требовало дополнительного времени и новых затрат, не говоря о качестве такой продукции и ее возможностях. Так, в начале 2019 года вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов заявил, если раньше у нас были технологии зарубежные, то теперь пришлось перейти на отечественные. В частности, речь идет о все тех же станках. Так вот, на такие заявления возникает вопрос, почему же раньше пользовались западными станками вместо отечественных? И ответ очевиден. Это их технологичность и, как результат, высокое качество продукции. При этом продукцию уже нового качества с новых российских станков не спешат покупать за рубежом, предпочитая искать нового, более технологичного производителя, который использует станки западного типа. К примеру, страны Варшавского договора, где Уралвагонзавод традиционно занимал свою нишу, в массовом порядке переключились на продукцию других производителей. Таким образом, модернизируя и закупая технику у конкурентов российского танкового гиганта, который практически был вытеснен с данных рынков. Уже в 2018 год завод вступает с новыми проблемами и новой вероятностью банкротства. В этот раз причиной стали все те же высокая долговая нагрузка и девальвация российского рубля, который снова ушел в пике в результате все тех же санкций и падению ценной энергоресурсы. В марте 2020 года руководство Уралвагонзавода снова просит господдержки. В этот раз все связано с поднятием НДС с 18 до 20%, который завод уже не в силах сам был потянуть. И снова государство выручает предприятия. В 2021 году ситуация с задолженностями завода снова повторяется. И снова производство остается на плаву за счет поддержки правительством из госбюджета. Вот только тратятся деньги бюджета, то есть деньги простых россиян. А все почему? Ответ прост. И за Крым наш, и за Донбасс. В совокупности все эти факторы, естественно, также срывали зарубежные поставки Уралвагонзавода. В 2021 году УВЗ также не имел совсем заказов на ЖД-вагоны, поэтому накопил более 100 миллиардов рублей долгов. Правительство и в этот раз спасло завод от банкротства. Но в этот раз заводу пришлось еще и снизить на 20% заработную плату рабочим. Вот так санкции и изоляция России за военный поход в Украину обернулись для российских производителей оружия катастрофой. И такая ситуация была практически во всех отраслях оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Это была так называемая реакция западных стран и Украины за агрессию против Украины. Например, с 2014 года начинается спад производства летательных аппаратов в России. Это касается в целом и военных, и гражданских сегментов. С 2018 года произошло резкое пике в авиастроении. Причем из всех промышленных отраслей, авиационное, показало самое крутое снижение. А ведь ранее на ее долю приходилось половина от всего дохода от продажи России оружия. То есть самый прибыльный сегмент военно-промышленного комплекса России. Так вот, как заявляют специалисты, сокращение производства связано с проблемами в авиатехнической отрасли, которые в основном обусловлены отсутствием должного зарубежного сервисного обслуживания и отсутствием зарубежных комплектующих для авиационной и космической техники. Как следствие, падает спрос и сокращаются заказы. На нашем с вами канале уже имеется большая часть аналитических видеообзоров о деградации российского авиапрома и роли Украины и Запада в нем, где мы с вами очень детально разобрали все проблемы и факторы, которые привели к развалу как российского авиастроения в целом, так и отдельно по авиазаводам и конструкторским бюро. Кому интересно, можете посмотреть эти ролики на канале. Поэтому не будем вдаваться в подробности, а просто подчеркнем тот факт, что в Российской Федерации, развалив свой авиапром, хотели продолжить выпускать зарубежные самолеты, загружая российские заводы с заказами и сохраняя рабочие места заводчан. Но после санкций, как оказалось, без Украины и Запада, в России отсутствует возможность собирать зарубежные самолеты, украинские и западные. Заводы практически полностью остановились, получили сокращение заводчан, а многие из них докатились до банкротства. В их числе Тагангровский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева, где ранее начали производить самолеты-амфибии Б-200 с украинскими двигателями и другими комплектующими. Нет двигателя и нет самолета. Завод спасли от распродажи ввиду банкротства за счет кармана рядовых россиян, то есть использовали государственную казну. Аналогичная ситуация с банкротством постигла российское Воронежское акционерное самолетостроительное объединение, ВАСО. Завод был загружен производством украинских Ан-148 по украинской лицензии. Нет лицензии и нет производства самолетов. Спасти завод пытались за счет попыток начать производить советский ИУ-114 и его укороченную версию ИУ-112В. Но катастрофа единственного опытного ИУ-112В в 2021 году поставила под угрозу эти оба проекта, которые использовали один и тот же аварийно-опасный советский двигатель ТВ-7117, от которого отказались еще при СССР ввиду его крайней ненадежности и аварийности. Так что панацеи эти самолеты также не стали для завода и, по сути, он лишился производства. Спасать его начало правительство, снова за счет кармана россиян. Схожая ситуация накрыла, пожалуй, крупнейший российский авиационный завод, Авиакорп в Самаре. Ранее там выпускали советские Ту-154, а потом там начали производить украинские современные военно-транспортные Ан-140 по украинской лицензии. Но в 2014 году, в результате российского нападения на Украину и разрыва кооперации в авиаотрасли между странами, Украина отозвала свою лицензию и российское предприятие потеряло производство украинских Ан-140. Завод потерял производство и докатился до банкротства. Спасать предприятие от распродажи его имущества кинулось российское правительство. Снова использовал для оплаты задолженностей предприятия деньги российских налогоплательщиков. Ульяновск потерял возможность производить серийно-украинский Ан-124 «Руслан» и дальнейшие версии этого самолета. В общем, как показывают факты, российские авиазаводы потеряли заказы, производство резко сократилось, что стало причиной кризиса и банкротств. Аналогичная ситуация сложилась и с поставками западных комплектующих и, в частности, электроники. Сначала в России пытались заменить украинские комплектующие и двигатели на западные, но когда Запад также ввел санкции, то в России лишились еще и зарубежной электроники. Это стало причиной не только краха таких российских проектов, как сборки «Суперджет-100» и создания МС-21, но и использования западных компонентов для фактически всех существующих самолетов и их модернизаций. Такая ситуация привела к попыткам России начать производить снова многие советские проекты, например ИУ-96, ИУ-76, ИУ-114, Ту-204 и других. Но без украинских и западных комплектующих и электроники, эти самолеты по-прежнему будут крайне сильно уступать в конкуренции зарубежным образцам, в том числе и украинским. Важно отметить, что подобная ситуация сложилась в авиаотрасли не только с самолетами, но и с вертолетами. В России без Украины не смогли обслуживать огромный парк самолетов-антонов, а также практически все вертолеты. Ведь они используют украинские двигатели или украинские комплектующие. Таким образом в России начался настоящий, как его прозвали в СМИ, самолетопад. Все просто, двигатели изнашиваются, а заменить их нечем. Самолеты летают на аварийных двигателях, как результат крушения и аварии. С 2020 по 2022 года в Российской Федерации стало в среднем падать по 5-7 самолетов и вертолетов в месяц. И основной причиной такого самолета и вертолета пада стали проблемы с двигателем. Более детально это проанализировано в наших роликах на канале про российский авиапром и роль Украины и Запада в нем. Про деградацию российского авиапрома. Таким образом многие эксперты предположили, что такими темпами в Российской Федерации скоро пересядут с самолетов на поезда. В январе 2022 года в администрации президента США Джо Байдена указали, что новые санкции США в случае нового нападения России на Украину будут, помимо всего прочего, направлены на снижение промышленного потенциала Российской Федерации. Новые санкции должны сильно ослабить российскую промышленность в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Речь идет об авиации, искусственном интеллекте, обороне, сообщили в Белом доме. Член Совета национальной безопасности США Питер Харл заявил, что санкции снизят промышленный потенциал России и производственные мощности и не будут преследовать простых российских потребителей. Цель финансовых мер вызвать отток капитала, инфляцию, заставить Центральный банк спасать банки, чтобы Путин почувствовал издержки сразу же, отметил Харл. Что касается секторальных ограничений, то представитель Совета национальной безопасности не назвал конкретные отрасли. Однако чиновники Белого дома упоминали авиацию, флот, роботехнику, искусственный интеллект, квантовые вычисления и оборону. Учитывая, что после распада СССР России досталась экономика, которая опиралась на военно-промышленный комплекс, против большинства предприятий, которого уже действовал ряд санкций, можно предположить, что санкции должны не просто создать проблемы для ВПК, а просто-напросто лишить возможности его финансировать во времена, когда производство там будет фактически остановлено. То есть цель настолько снизить финансовые возможности России, чтобы ее финансовая система уже была не способной поддерживать обанкроченную промышленность за счет государственного бюджета страны. Таким образом, если ранее правительство спасало российские предприятия от банкротства за счет кармана рядовых россиян и злост бюджета, то теперь целью стало сделать так, чтобы денег на это у правительства уже не было, и ему пришлось бы выбирать или поддерживать эти предприятия или резко обесценить национальную валюту и уровень жизни россиян, потому что на все денег не хватит. Как там ранее заявил экс-президент России Медведев, денег нет, но вы держитесь. Вот так может случиться в масштабах не только Крыма, но и всей страны. И все за тот же Крым и Донбасс, за Украину. Для этого в США предложили ввести против России санкции по примеру Ирана, чтобы в случае нападения на Украину Россия не смогла поставлять свои ресурсы западным странам. А ведь это и есть сутность российских доходов и российской экономики в целом. В целом же, как показывают факты, противостояние НАТО и Российской Федерации перешло с начала торгово-экономической и финансовой изоляции к технологической, направленной в первую очередь против нефтегазового сектора и военно-промышленного комплекса России. А вместе с украинскими санкциями данное эмбарго нанесло по-настоящему сокрушительный удар по российской промышленности и оборонке, о чем мы детально узнаем в наших следующих сериях. На этом данная серия видеообзора подходит к концу. В следующей серии вас ждет анализ изменений геополитической обстановки в Европе и мире, где мы узнаем, как поменялась вся мировая военная обстановка после вторжения Российской Федерации в Украину, какой ответ последовал от НАТО и как противостояние разгорелось, дойдя до уровня первой холодной войны, а по некоторым аспектам превысило его. Конечно, многие могут утверждать, что в мире вовсе не было начато никакой второй холодной войны и что это просто временные санкции и торговый эмбарго. Но после просмотра нашей следующей серии ни у кого не останется сомнений в том, что именно в Украине из-за вторжения Российской Федерации и оккупации ее территорий началась вторая холодная война. На этом у нас все. Ставьте лайк, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, где вас ждет еще много интересного видео. Спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!